Задача Задача определить натуральную величину четырехугольника, принадлежащего горизонтально проецирующей плоскости. В этой задаче есть две особенности. Особенность первая. Мы обычно привыкли оперировать с треугольниками, а здесь четырехугольник. Это раз. И вторая особенность заключается в том, что фронтальная у него проекция имеется, а горизонтальная представлена в виде отрезка прямой линии. О чем это говорит? О том, что эта плоскость, заданная четырехугольником, является горизонтально проецирующей. Для решения этой задачи мы воспользуемся методом замены плоскостей проекции. Сейчас у нас есть две плоскости проекции. Плоскость фронтальная, обозначена P2, и плоскость горизонтальная, обозначена P1. И линия пересечения плоскостей, вот эта линия, между плоскостями P1 и P2. Начнем мы с того, что построим новую линию пересечения. И проведем мы ее так, чтобы она у нас была параллельна, вот так, параллельна, была параллельна проекции A1, P1, C1, D1. Вот, чтобы она была так параллельна. Вот эта линия пересечения. И теперь, смотрите, у нас вот эта плоскость P1, она осталась. Она осталась. Новой плоскости нет. Значит, новую плоскость мы должны построить. И построить ее, построим ее вот здесь. И назовем ее P4. Вопрос, почему P4? Потому что у нас, как вы помните, есть плоскость P2, P1, и вот здесь еще плоскость P3. Ну, мы ей не пользуемся, но в счет она идет. Поэтому здесь плоскость P4. Наша задача теперь на плоскости P4 отобразить положение точек A4, B4, C4, D4. Эти точки будут лежать на линии связи, которые будут перпендикулярны вот этой линии пересечения новой плоскости проекции с P1. Ну, то есть, эти перпендикуляры будут выглядеть вот так. Сейчас их проведем. Так, перпендикуляры. Значит, вот так. И должен быть перпендикуляр. Вот сюда. Первый перпендикуляр есть. И теперь давайте думать, как у нас будет проходить линия связи. Ну, наверное, чтобы было лучше, я сделаю так. Я растяну вот эту линию пересечения и строить буду перпендикуляры, исходя из точек A1, B1, C1, D1. Вот таким вот образом. Значит, из этой точки проведем перпендикуляр к оси. Провели. Дальше. Соответственно, из точки B проведем перпендикуляр. Опять сюда к линии пересечения. И из точки C проведем перпендикуляр. Вот сюда к линии пересечения. Вот так. Должен быть перпендикуляр. Нормально. Вот так. Провели. Теперь, что мы должны сделать? Мы должны будем с вами здесь от пересечения отложить высоту положения точек на плоскости B2. То есть, на той плоскости, которую мы выбрасываем. То есть, вот эту. Точка A лежит прямо непосредственно на оси. Значит, она будет лежать вот точно так же здесь. И это будет точка A. Здесь находится 4. Ну, мы сначала их построим, а потом эти точки и подпишем. А4 мы нашли. Так. Дальше. Положение точки B. Для этого, чтобы его найти, мы должны померить вот это расстояние. Ну, в нашем случае это 55 миллиметров. 55 миллиметров. И давайте посмотрим. 114. Так. И построим такой же отрезок вот здесь. Это его длина будет 55 миллиметров. И в конце этого отрезка будет находиться у нас точка B. Теперь положение точек C и D. Ну, вначале построим положение точки D. Значит, для того, чтобы построить, измерим вот это расстояние. Это расстояние. Раз. Ну, и сразу померим расстояние до точки C. Это будет 2. Вот это расстояние. Теперь мы отложим расстояние до точки D. Здесь у нас 10 миллиметров. Отложим 16 миллиметров. И в этой точке у нас будет находиться D. И далее. У нас всего 26. Да. То поэтому от этой точки и дальше мы должны отложить сколько? 20. И найдем положение точки C. Теперь давайте эти точки подпишем. Да. То, что у нас получилось. Значит, первая точка. Первая точка. Это будет точка A. Точка A. И проекция ее будет 4. Здесь будет находиться точка B. Проекция 4. Здесь первая у нас ближняя была точка. Это была D. Проекция 4. И дальше проекция C. 4. Все. К точке мы построили. Ну, и осталось теперь, что? Соединить полученные точки. Полученные точки. И получить натуральную величину нашего четырехугольника. D. D. Вот красненьким здесь показан результат. Натуральная величина четырехугольника. Четырехугольника A, B, C, D. В принципе, как вы видите, это ничто нам не мешает. Например, решать задачу, когда четырехугольник задан у нас в виде, например, треугольника или четырехугольника. Результат получается точно такой же. Задача решена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова